зашла сегодня в магазин подержанных вещей и мое внимание привлекла вот эта интересная вещица это такие старинные часы они настольные или даже правильнее сказать над каминные к часам прилагался ключик и я их даже завела как видите у часов есть два отверстия то которое справа для хода это которое слева для боя котик помогает как всегда продавщица в магазине не смогла сказать мне ничего конкретного по поводу происхождения этих часов поэтому мне пришлось сделать небольшое расследование на эту тему самостоятельно вот такой у них сзади интересный механизм и на гирке видна большая буква с часами также обнаружилась старая этикетка завода-производителя сэшенс клок компани заглянула в википедию что это такое это американская компания расположенная в штате коннектикут один из самых известных производителей механических часов начале двадцатого века эта компания была образована в 1903 году предпринимателем вильямом сэшенс в городе брестоль между 1903 и 1933 году сэшенс производила около 52 модели механических часов с 1935 года компания прекратила их производство и полностью перешла на электрические механизмы для часов и для радио даже на основании этих немногих фактов можно сделать уверенно выводы что мои часы имеют происхождение американское и где-то двадцатые годы прошлого столетия дополнить картину может музыка в стиле афроамериканский джаз а также кое-какие исторические фотографии кадры что еще можно сказать про это время америка двадцатых годов было хорошо описано в романе фидж фиджеральда великий гэтсби кстати повод посмотреть недавно вышедший американский эпический фильм вавилон который повествует об америке двадцатых взлетах и падениях многих голливудских персонажей в эпоху перехода от немого кино звуковому кинематографу вернемся же в часам похоже что они принесли с собой частицу именно из этой легендарной эпохи а а Редактор субтитров А.Семкин